К огромному сожалению, моему, я думаю, вашему, автомобили в России стремительнейшим образом дорожают, причем настолько неприлично, что иногда так называемые цены RRC, рекомендованные розничные, отличаются колоссально от тех, которые нам предлагают дилеры. Не так давно у меня на канале вышел тест-драйв с новым LC300, Land Cruiser 300, который на тот момент в максимальной комплектации стоил 7 с небольшим миллионов по той самой RRC, а в салоне он стоял за 9200. Ну, в общем, такие нескромные наценки. Я про это, если будет интерес, сделаю отдельное видео, но в такой ситуации, естественно, большой интерес проявляется покупателями к так называемому бюджетному сегменту, но и в бюджетном сегменте хочется, отдав свои деньги, как-то сесть на красивый, симпатичный, современный автомобиль. И ровно поэтому сегмент компактных кроссоверов растет и, пожалуй, является самым крупным, ну, если не считать уж совсем бюджет, типа там Lada Granada. И вот, наконец, в этом сегменте появляется Volkswagen Taos. Volkswagen очень долго не выходил на наш рынок с таким автомобилем, хотя в рамках концерна Volkswagen есть Skoda Karoq, который я тоже снимал. Вы тоже можете найти тест-драйв с этим автомобилем на моем канале. Но, тем не менее, Volkswagen только сейчас отметился в этом сегменте и я, забегая немножко вперед, думаю, что отметился довольно солидно. Сегодня у меня на тест-драйве Volkswagen Taos. Начнем традиционно с дизайна. Мне на тест-драйв достался вариант в комплектации Joy, что переводится «радость» в таком вот рыжем или ярко-оранжевом цвете. Я бы на такое, безусловно, не решился, а вот для молодого человека или девушки вполне себе. И, наверное, да, действительно, в наших серых буднях такой цвет кому-то может поднять настроение. Выглядит аппарат действительно очень ярко. И еще один момент очень важный в этом дизайне. Машина выглядит больше, чем она есть на самом деле. Дело в том, что переднюю часть Taos сделали очень похожей, ну, скажем, на то, как после рестайлинга выглядит Terramont. Вот Volkswagen Terramont самый большой, ну, на российском, по крайней мере, рынке, и он буквально вот-вот через пару недель уже приедет к дилерам в рестайлинге. Хотя с год, наверное, продается в Америке в рестайлинге, но называется он там «Атлас». Так вот, очень похожий дизайн передка у этих двух автомобилей для «Атласа» это не как, это ровно, а вот для «Таоса» близость по дизайну к старшему большому автомобилю в линейке Volkswagen, это, конечно, большой зачет. Ну, и посмотрите, как это все здорово выглядит. Несмотря на то, что здесь много очень нелюбимого мной глянцевого черного пластика, тем не менее, слоеный пирог, сколько горизонтальных линий, сколько всяческих углов и подвывертов, но тем не менее, вот какого-то кича эта картинка не вызывает. Мне действительно дизайн этого аппарата нравится, особенно в передней части. Что касается габаритов автомобиля, то они практически на 100% соответствуют однобазному «Шкода Корок». Мало того, еще и технически этот аппарат практически полный клон, кроме дизайна «Шкода Корок», который на российском рынке продается уже, наверное, второй год, и тест-драйв с ним вы можете найти на моем канале. По ходовым качествам проверим чуть позже, но вот по технике, по двигателям, по коробкам передач это практически одна и та же машина. Тут уже дальше кому нравится что. Кому нравится «Фольксваген», кому «Шкода», кому нравится вот такой дизайн, а кому нравится дизайн «Шкоды». Потому что у «Шкоды», надо признать, дизайн весьма оригинальный. Здесь же, ну, здесь по-другому. То есть это уже напишите в комментариях, кому чего больше нравится. Давайте теперь посмотрим багажник, пожалуй, и потом салон. Здесь тоже все узнаваемо по-фольксвагеновски и оптика, и дизайн. И единственное, чего мне здесь однозначно не нравится, красиво, конечно, размещен логотип, а вот «Tauss», надпись, название модели, как-то разместили низко, скромно. И, в общем, мне казалось бы, где-то повыше и посимпатичнее можно было бы сделать. В максимальных комплектациях у этого аппарата есть электропривод задней двери, что здорово, и багажник. Здесь интересно сделано. Сам багажник, понятно, небольшой, потому что это все-таки компактный кроссовер, но, тем не менее, очень низко опущен пол багажника, под которым докатка, неполноценная запаска. И вот благодаря этим, там, может быть, 15 сантиметрам от вот этой части до полика, получается, что общий объем багажника довольно приличный. Заканчиваем круговой обзор автомобиля. И тем, кто смотрит часто мои тест-драйвы, я надеюсь, такие есть, судя по количеству подписчиков, возможно, узнаваемо вот эта площадка. Мы на ней снимаем уже, наверное, машину пятую, как минимум. Мы пользуемся тем, что у нас в Сибири пока еще зима полноценная не началась. Правда, уже холодно, действительно. Вот он, корень этот вывороченный, красивый. А вон там есть пенек огромный. Я вот в следующий раз, наверное, с него начну вещать. Но это ладно, это все лирика. А действительно, чего жаль вот в этой, во всей картинке, что она не передает запах, потому что все-таки наш этот лес, этот бор, этот ленточный бор, это штука фантастическая. Даже несмотря на то, что город близко. Но еще раз лирика закончилась. Давайте смотреть, чего там внутри. И вот я на водительском месте. Телефон здесь можно удобно положить либо вот сюда, либо в нишу, которую оставили. И молодцы, здорово сделали. На том же Террамонте, на Тигуане такая ниша есть. И классно под всякую мелочевку. Мне кажется, крайне удобная штука. Ну, что касается эргономики. Вот здесь, когда начинаешь говорить про эргономику немецких автомобилей, Volkswagen, безусловно, к ним относится. Несмотря на то, что это не премиум, там, не BMW, не Mercedes. Тем не менее, вот всегда ощущение возникает, что ты на этом автомобиле давным-давно уже за рулем. И ни к чему привыкать не нужно. Регулировок. Куча. Вверх-вниз. Вылет, естественно, назад. Посмотрите, какие диапазоны. Сидушки. Причем вот в этой версии, например, есть не только электрорегулировка сидения полностью, но и, например, поясничного подпора. Прелесть, красота. Сделано все довольно минималистично, но яркие вставочки, которые не только снаружи, точно такого же цвета, оранжевого или рыжего, они здесь есть. Они тоже придают автомобилю яркости дополнительной, но не мое. Честно говорю, я бы на такой формат не решился. Такой цветовой формат. Все-таки это, наверное, для более раскрепощенных людей или, может быть, более молодых. Вот. Огромный монитор. Причем кнопка включения двигателя вот здесь находится. Я ее привыкаешь к своим кнопкам и как-то теряешься. Всегда хочется где-то вот здесь нажать. Крутилочки очень удобно тоже сделаны, без всяческих заморочек. В смысле тактильно они четко понятные, прорезиненные, большие. И, опять же, ничего придумывать не нужно. Здесь настолько все понятно, куда чего нажимать, голову ты не греешь. Большой монитор, качественная картинка на нем, в отличие, например, от Тойот современных, конкурирующих Тойот. И, в общем-то, вот и все. И вот удивительно, что все удобно и рассказывать-то, в общем, особенно не о чем. Сидушка удобная, хват, руль, диаметр руля. Все нормально. Управление на руле практически всеми функциями автомобиля. Сопло вентиляции. В общем, классический Volkswagen, который вам не преподнесет никаких сюрпризов. И будет вам удобен. Вот, уверяю вас, есть у меня опыт владения совместным, так скажем, в семье автомобилем Volkswagen Tiguan. И я поражаюсь, что я, когда сажусь после жены в свой, в Tiguan периодически, я никогда не перенастраиваю сидушки. Хотя разный рост, там по-разному за рулем сидим и так далее. Ну, мне все равно удобно. Потом сажусь в свою машину и вот как-то опять нормально все. Вот такая эргономика у немцев. Все, на этом спич свой заканчиваю, потому что здесь, наверное, добавить уже больше нечего. Ну, а сзади, хотел сказать, как и предполагалось, места немного. А в действительности, посмотрите, место здесь довольно прилично. Вот это сидение мы намеренно вперед не сдвигали. Ну, и вы видите, что сидение водительское, а я сижу всегда довольно далеко сдвигаюсь, оно на том же уровне практически. И посмотрите, я коленками не задеваю переднего сидения. Это снова, наверное, про эргономику и про умение немцев вот так конфигурировать салоны автомобилей. Так вот, три взрослых человека, ну, моей, скажем, комплекции, вряд ли здесь поместятся удобно, потому что здесь такая этажерочка будет на шестик такой. А вот два человека просто вольготно. Ну, и при этом для тех, кто редко смотрит мои тест-драйвы, у меня рост метр восемьдесят пять, и я здесь сижу очень удобно. Ну, и задние сидушки вообще, по логике, тоже должны регулироваться по наклону. Или не должны? Нет, судя по всему, нет. Это вот максимальный наклон. Но, ребят, сидеть реально удобно. Реально удобно. Для пассажиров здесь есть для зарядки, причем и Type-C разъемы, уже не USB. Ну, и вот они, сопла вентиляции, что тоже довольно стандартно. Вот такие дела. И вот еще одна нишечка такая приятная, куда чего-то можно сложить. Там никаких зарядок, ничего нет, но она есть, и это здорово. Ну, и по поводу пассажира здесь по центру, вот проблема в чем. Здесь такой тоннель довольно большой, выпуклый, и поэтому ноги здесь некуда будет третьему пассажиру сзади поставить. Ну, либо вот как на жердочке сидеть. А вот здесь и ноги, смотрите, под сидушку можно положить. В общем, здорово. Таус на ходу. Ну, здесь, вы знаете, мне довольно сложно рассказывать о том, как я ощущаю Таус на ходу, потому что, во-первых, это очень похоже на корок, потому что одна база, потому что одна и та же платформа. Но скажу лишь следующее. Вот именно немецкие автомобили, ну, или автомобили, входящие в концерт Volkswagen, они дают какое-то довольно странное ощущение, которое мне, возможно, коряво удастся описать. Так вот, суть этого ощущения, что машина как бы немножко предугадывает твои желания и ты в этом автомобиле невольно расслабляешься. То есть она как-то делает все так, как ты ожидаешь. Чуть-чуть надавил на газ вот за счет этого двигателя, казалось бы, 150 лошадиных сил, но тем не менее турбинка, она делает свое дело. Мы когда первый раз снимали автомобиль именно с таким двигателем, а их же ставят и на, скажем, Skoda Superb, здоровый седан. Мне казалось, вот как раз перед съемкой Superb, что, ну, не будет он ехать. Ничего подобного. Едет, разгоняется и по динамике, в общем-то, довольно неплохо. Так вот, нажимаешь на педаль газа, вот она едет ровно так, как ты нажимаешь. У нее нет ни провала, ни скачка какого-то. Руль. На него не обращаешь внимания. Вот есть автомобили, где ты думаешь, вот жестковато. Вот, может быть, наоборот, сильно легкий руль. Нет, ну, такой, как ты ожидаешь. Начинаешь резче крутить. Вот он тут же начинает траекторию менять автомобиль. А начинаешь плавно крутить, плавно едет. В общем, эргономика, о которой я говорил в статичной части, она, в общем-то, распространяется и на эргономику ходовую, если так можно, конечно, сказать. В общем, автомобиль крайне предсказуемый, крайне дружелюбный. Ну, и если уж переходить на совсем конкретику, то по подвеске я бы назвал его, скорее, настроенным на комфорт. То есть, этот автомобиль явно не для спортивных рекордов, но этот автомобиль заточен на то, чтобы без проблем перемещать вас из точку А в точку Б как в городе, так и на трассе. Скоростную прямую держит прекрасно. При низких скоростях маневрирования в городе руль становится легким, на скорости наливается. Ну, в общем, вот все технологии, которые сейчас применяются в автомобилестроении, здесь есть, и они здесь очень тактично исполнены. Вот, правда, есть автомобили, где вроде все правильно, но вот что-то где-то в бок жмет, где-то какой-то провал, где-то еще что-то происходит не так. Вот здесь такого нет. Я не говорю, что это шедевр автомобилестроения. Я не говорю, что вы, вот, сев в этот автомобиль, забудете вообще про все другие автомобили и так далее и тому подобное. Но я вас уверяю, что каких-то прямых негативных эмоций этот аппарат у вас не вызовет. И если вдруг кому-то сейчас захочется в комментах написать, что этот аппарат не едет и вообще Каен лучше, вернемся к тому, что это компактный и по статусу в модельном ряду Volkswagen практически бюджетный кроссовер. Посему ждать от него динамики спорткара, ну, просто глупо. Что же касается цен, я понимаю, что сейчас ценники на автомобили просто неприлично высоки. Тем не менее, сравнивая Taos с ближайшими конкурентами, можно сказать, что он немного дороже, чем многие. Но, тем не менее, здесь понятно, за что берут деньги. За ту самую эргономику, за бренд, безусловно, и за страну происхождения. Потому что я думаю, что на данный момент немецкие автомобили все же остаются неким эталоном для всего остального мирового сообщества в смысле управляемости, в смысле технологий, ну и так далее. Хотя здесь можете со мной в комментариях поспорить. Ну а цены на конец октября на начало ноября 2021 года выглядят следующим образом. Базовая версия Respect стоит 1 миллион 626 тысяч 900. Это двигатель 1.6, 125 лошадиных сил с механической коробкой и передним приводом. У нас на тесте та самая яркая комплектация Joy. Двигатель 1.4, 150 лошадиных сил, полный привод и роботизированная 7-ступенчатая коробка. Цена такой версии 2 миллиона 104 тысячи 900 рублей. Ну и максимальная версия Exclusive с таким же мотором, тоже на полном приводе стоит 2 миллиона 199 тысяч 900 рублей. Ценники на остальные комплектации, которых я насчитал 8 на трех двигателях, вы, я думаю, легко найдете на официальном сайте или каких-то других источниках. Но уровень цен от 1 миллион 626 до 2 200. Много это или мало не беру сейчас судить, потому что цены, во-первых, стремительнейшим образом меняются и, к сожалению, в сторону увеличения постоянно. Более того, так называемые РРЦ, то есть рекомендованные розничные цены, часто не совпадают с теми, которые мы видим на дилерских ценниках. Так что лучше уточняйте эту информацию непосредственно там, где будете покупать автомобиль. Но, судя по тому, насколько большой интерес к Таусу, какое количество этих автомобилей уже появилось на дорогах, я думаю, что этот автомобиль станет, если не супер-хитом продаж, но, тем не менее, будет точно хорошо продаваться. Далее, пожалуй, может возникнуть логичный вопрос, вообще для кого этот автомобиль. Но, как я вначале сказал, что, во-первых, сегмент компактных кроссоверов развивается так стремительно непросто. Ну, во-первых, на них удобно действительно ездить по городу. Как вы, наверное, уже видели, на этом автомобиле можно вполне себе свернуть и с трассы, и покататься по лесу. Так что в этом смысле тоже универсальная машина. Ну и цена. Конечно, цена. Потому что при том, что аппарат этот не воспринимается как маленький, тем не менее, он стоит дешевле, чем Тигуан, ну и, соответственно, естественно, дешевле, чем там Терамонт, который вот-вот появится в рестайлинге. Я уже молчу про Дуарек. То есть это аппарат, выглядящий солидно довольно, если бы не задняя куция довольно часть. Ну, это проблема размера, это проблема этого сегмента. Не может здесь машина быть длинной, с огромным багажником, тогда бы это был уже Тигуан. Во всем остальном, даже по дизайну этот аппарат, в общем-то, тоже породисто выглядит. Поэтому сказать, что это машина для девочек, для мальчиков, для дедушек, для бабушек, или еще там как-то пытаться делить потенциальных владельцев на сегменты, я бы не стал. Здесь скорее, наверное, деление другое должно быть. Вот в этом оранжевом цвете это, наверное, для девочек и мальчиков, даже скорее для девочек. А вот, например, если это будет какой-нибудь черный, а здесь какой-нибудь карбон, ну и прочие такие мужские штучки, то, наверное, дяденьку типа меня посадить, ну и нормально, совершенно можно по городу себя из точки А в точку Б возить. Так что совершенно универсальный автомобиль, как, впрочем, и все автомобили в этом сегменте. Если мы не берем специфические машины типа Сичара, Тойоты, экстремального, космического, или, может быть, тот же Ниссан Жук, который тоже вас внешностью скорее покоряет, то, в общем-то, они все такие. Да, даже Крета, Hyundai Крета, которая дешевле, которая, ну, конечно же, так не едет. Но она ведь тоже унисекс. Пожалуйста, вы и дядьку Седова в этой машине можете увидеть за рулем, и молодого человека, и девушку, и девочку, и, в общем, кого угодно. Так что в этом смысле тоже полный универсализм, если так можно сказать. Вот такие впечатления от Таоса. Наконец-то Volkswagen зашел в этот сегмент. Когда-то это должно было произойти. Ну, и, знаете, этот сегмент интересен еще и тем, что он будет, я вас уверяю, развиваться. И есть у меня инсайды такие. Это пока неофициальная информация, но большая вероятность, что на российский рынок в обозримом будущем выйдет еще один автомобиль, которого не было очень долго, и которого не было у данного производителя. Не у Volkswagen, а у Toyota. Называется этот аппарат Toyota Corolla Cross. Ну, понятно, платформа Corolla, это кроссовер, это тоже довольно эффектный аппарат, который уже, по-моему, полтора года продается в странах Азии, и вот не так давно его представили официально в Америке, с небольшими там совсем изменениями по технике, по железу и по дизайну, там практически вообще изменений нет. И вот мне в Toyota так кулуарно сказали, что есть вероятность, что скоро этот аппарат появится и на российском рынке. В общем, этот сегмент будет развиваться. Это ликвидные аппараты. И я думаю, что если вы не готовы потратить на автомобиль там 3, 4, 5 или 25 миллионов, а вам нужно вот действительно, не напрягаясь, так скажем, я бы не сказал бы, получая какое-то колоссальное удовольствие от вождения, но тем не менее, не напрягаясь и вот иметь дружелюбный автомобиль, то непременно посмотрите на эту машинку, прокатитесь, а дальше уже скорее выбор идет от дизайна. Karoq, Taos, но Taos по... Все-таки, если говорить про дизайн, наверное, лег мне больше на душу, ровно потому, что он очень сильно похож на рестайлинговый Teramon. По-моему, третий раз это говорю, но это действительно так. То есть вот благодаря этому мне машина нравится, потому что мне Teramon очень нравится. Ну, в общем, вот и все, что я хотел сегодня про этот аппарат рассказать, надеюсь, все было подробно и понятно. Пишите в отзывах, как вам эта машинка, может быть, что-то не рассказала. Welcome! Я буду отвечать в комментариях или, наконец-то, сделаю рубрику «Разбор полетов» у себя на канале, которую я уже не знаю, сколько времени планирую сделать, но все никак не соберусь. И да, извините, вот за этот пересвет, но, к сожалению, вот как-то так солнце затмить у меня не получается. В заключении, что ж, заходите на мой канал из свежих видео. Это, ну, Land Cruiser 300. Я бы посоветовал вот что-то в этих деньгах. Посмотрите, возможно, вам зайдет. Это очередной новый китайец. Это рестайлинг от Julli Atlas, который стал гибридом. Так называемым мягким гибридом. И если мне вообще, если я в теме, а я в теме, это, наверное, первый китаец, который на российском рынке официально продается в статусе именно мягкого гибрида. Посмотрите, потому что к китайцам сейчас тоже интерес довольно серьезный. Ну, и в заключении, традиционно, приглашаю вас на свой проект altai.ru. Это интернет-магазин и тревел-портал в одном флаконе. И на данный момент у нас уже в ассортименте около тысячи товаров, произведенных здесь, на Алтае. Бийск, Барнаул, горно-алтайск. У нас есть даже поставщик очень хорошей продукции, капсульной, пантовой, из Усть-Кокса. А это, на всякий случай, у Барнаула 800 километров в горный Алтай, вглубь горного Алтая. Посмотрите, если интересуетесь Алтаем вообще, посмотрите несколько моих тревел-видео по Алтаю. Думаю, тоже будет не безинтересно. Кстати, как раз про Усть-Кокс у меня есть отдельный такой тревельный влог, где я вот именно в формате влога рассказал о том, что это такое поехать к подножью Белухи. Вот. В общем-то и все. Я традиционно опять-таки вам желаю удачи на дорогах в смысле путешествий, хороших, интересных, познавательных путешествий. Ну и будьте здоровы в наши непростые, к сожалению, не заканчивающиеся коронавирусные времена. Счастливо, до следующих видео. Пока.